Добрый день, уважаемые подписчики канала Процветок! С вами Юлия Кондратенок, и сегодня мы с вами поговорим, какие агротехнологические приемы можно использовать в уходе за садом летом. После обрезки часто активизируются волчки. Волчками называют молодые жирующие, активно растущие побеги. Они обычно вырастают там, где сделан не очень правильный срез. Допустим, в данном случае был сделан пенек, что спровоцировало пробуждение спящих почек и вот такие активные отрастания. Почему нужно удалять волчки? Во-первых, волчки не всегда растут там, где нужно нам. Они растут очень активно, они жируют, оттягивая на себя значительную часть водоснабжения питания. В-третьих, волчки загущают крону, создавая в ней условия для развития болезней и вредителей. Более того, благодаря своему активному росту именно волчки чаще всего заселяются тлей, создаются как будто ясли для тли, откуда она расселяется потом по другим побегам. Почему мы бороться будем с волчками именно летом? В этот момент мы можем удалить те волчки, которые нам не нужны, и оставить другие, которые в дальнейшем станут будущей веткой плодовой. Удаляя волчки сейчас, мы как бы переводим все ресурсы растения на развитие того, что выгодно для нас и для него в первую очередь. Более того, удаляя волчки, мы осветляем крону, мы создаем прекрасные условия для налива и раскрашивания яблок. Ведь каждому хочется видеть у себя на столе ярко окрашенное, а не ткнувское зеленое яблоко. Поэтому сейчас мы с вами на примере вот этого деревца уберем волчки. Ну, во-первых, мы убираем волчки, растущие внутрь кроны. Как всегда, срез. Срезы мы делаем на кольцо, на основание волчка. И срез желательно замазать. Дело в том, что лето – это период распространения всяческих болезней, условия благоприятные. Тепло, влажно, а внутри кроны, да еще загущенные, сыро, темно. В общем, тепличные условия для разных болезней. Поэтому мы срезаем и по возможности сразу же замазываем. Срезаем волчки заподлицо, вровень с корой, не оставляя пеньков. Оставленный пенечек спровоцирует повторную волну роста и образование новых волчков на дереве. Ну, как следствие, вместо того, чтобы направлять все силы на рост плодов, закладку цветковых почек и созревание древесины, оно будет гнать вот такие вот недоразвитые побеги, которые, скорее всего, даже не вызреют и погибнут даже в обычную зиму. В данном случае этот волчок вырос на скелетной ветви, в том месте, где он не в самых выгодных условиях находится. Середина кроны растет внутрь кроны. Мы его аккуратненько срезаем. Вот поскольку получилась ранка так побольше, мы ее аккуратненько замазываем, чтобы предотвратить заселение различного рода болезнями. В данном случае я использую бальзам Раннет. Он создает хорошую такую поверхность, хорошо укрывает и содержит стимуляторы роста, которые способствуют быстрому заживлению рана. Вот этот волчок идет наружу, вот он, видите, уже начал ветвиться. Вот этот очень мощный, ближе к краю. А здесь посередине еще один. Они расположены слишком близко. И оптимальным будет удалить вот этот вот средний, чтобы в дальнейшем вот этот и вот этот сформировали полноценные ветки с плодовой древесиной, не мешая друг другу и не конкурируя. Образовавшуюся рану, тем более, что она большого размера, мы обязательно замазываем бальзамом. Здесь волчок вырос на пенечке и вырос слишком близко к скелетной ветви. Он не сможет здесь нормально развиваться, тем более он растет в кроне. Мы его удалим. Удалим также вот этот вот пенек. Он уже, видите, начал отмирать, сверху на нем поселились уже грибки. Даже, видите, пошел внутрь грибок, началось потемнение. То есть вот эту вот веточку, этот сучок обязательно нужно будет удалить при обрезке, поскольку он уже зарасти не сможет. Видите, сколько отмерло. В данном случае мы можем видеть, что когда-то была сломана ветка, ее подрезали, и это спровоцировало массовый рост волчков. Вот здесь нам нужно будет сделать выбор, кого мы оставим, кого вырежем. Во-первых, убираем все пеньки. Их можно убрать даже сейчас. Главное условие, повторюсь, мы замазываем. Убираем слабые, недоразвитые. Прорежем предварительно, внимательно осмотрев местоположение волчков. Кого мы сможем оставить, кто из них хорошо развит, кто мешает друг другу, в каком положении они растут. Например, вот эта вот веточка, обратите внимание, вот этот волчок, он вырос буквально за один сезон. Он как бы продолжает срезанную скелетную, он растет полого, и мы оставляем его. А вот здесь два волчка растут очень близко друг к другу. Причем один растет вертикально вверх, другой более полого. Нам нужно будет сделать выбор и аккуратно удалить один из них. Здесь обратите внимание, как много в одном месте волчков. Буквально целый букет. И мы сейчас уберем практически все, чтобы избавить дерево от излишних расходов. Здесь уже в прошлые годы были оставлены два волчка. Видите, они одревеснели. На них даже заложилась цветковая почка. Этим волчкам понадобится только формирующая обрезка в зимний период, когда их немножко ухорошили. переведут на боковые ветви, что спровоцирует только их утолщение и дальнейшую закладку плодовых почек. То есть будет перевод их на плодоношение. Все остальные волчки мы удаляем. Обратите внимание, здесь в одном месте сразу раз, два, три. Нам нужно будет одного товарища вот эту старую веточку. Она, видите, оттуда носила. Она уже чувствует себя угнетенной, прирост маленький. Ее мы удалим в пользу имеющихся активно растущих волчков. Здесь, казалось бы, вот хорошая ветвь, но она растет, этот волчук растет внутрь кроны. Поэтому, к сожалению, вот здесь мы его удалим, как бы нам не хотелось. Его рост не выдадим для нас. Так, удаляем. Все обнаруженные. Вот так. Некоторые садоводы, чтобы спровоцировать ветвление волчков, которое мы оставляем для заполнения кроны, практикуют прищипывание верхушки. Буквально два-три верхних листика, ну и аккуратно сощипываем. В дальнейшем эти ветви до конца года будут больше утолщаться, нежели расти вверх. И, возможно, даже заложат боковые веточки. То есть начнется активное обрастание кроны. Вот здесь вот такие вот активно растущие побеги тоже обязательно нужно удалять. Они здесь дереву не нужны. До новых встреч, уважаемые подписчики канала Процветок. С вами была Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук. Процветания вам и вашему дому. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова